Вчера еще светило солнышко, зеленела травка на газонах, в один часу вечера пошел снег, сыпал всю ночь, сыпет весь день, еще будет сыпать до самого утра. Снежный шторм называется, ну снежный шторм потому что на берегу океана, а так метель в юго, осадка в сантиметр 30. Снегоуборочной техники немного в Нью-Йорке и поэтому используется во все машины, которые перевозят, убирают мусор, мусоровозки, цепляют цепи под скольжение и скребки впереди. Водители работают сверхурочно, получают полуторный двойной оклад и героически сражаются со снегом. Эта улица не магистральная, поэтому сюда еще не заезжали. Так с разбегом получается. Сегодня минус 2, завтра плюс 2, потом плюс 3, потом плюс 4, в субботу и воскресенье уже будет плюс 8, поэтому в принципе снег только бы успеть убрать, а то растает. Вот по машинам видно сколько снега, какой уровень его, ну так, где-то сантиметров 30 может быть и есть. В основном народ остался дома, никто никуда не едет. А, вот магазин International Food. Сейчас так переименовались почти все русскоязычные магазины. Все они стали магазинами интернациональных продуктов. Метро закрывается в 4 часа дня, последние поезда, которые идут с Манхэттена и в общем все ветки метро, которые на открытом воздухе под воздействием снега, все закрываются в 4 часа дня. А движение по улицам перекрыто с половины третьего, закрыты все дороги. Ну вот таксист один заблудился, потому что в 3 часа уже ему надо где-то возвращаться. Магазины тоже в основном закрыты, но дело в том, что об этом предупреждали уже целую неделю. Рассказывают о том, какой будет снежный шторм, что нужно делать. Народ в основном весь попрятался, сидят по домам. Соответственно магазины тоже не работают. Очень редко какие открылись. В основном все закрыто. И как бы так получился просто такой выходной домашний. Никто никуда особо не поехал. Губернатор Эндрю Кулума и мэр Билл Деблазера вчера весь день пресс-конференции давали. Разъясняли, как они подготовились. Показывали технику. Объясняли со своими специалистами, как людям себя вести в это время. Климат-то субтропический, морской. Есть люди, которые к зимам не подготовлены. Поэтому к ним какие-то особенные меры. Будит полиция. Свою работу делает в любых условиях. По звуку слышно, по сиренам, что скорая помощь ездит. Для машин срочных всех все дороги открыты. Вот этим вот, это хлористый кальций. Им посыпают возле подъездов, уходов в магазины, на тротуарах. Вот такой он выглядит. Вот так выглядит снегопад в Нью-Йорке. Спасибо за внимание. До свидания.